Добрый день! Вы смотрите программу интервью дня. Беспрецедентный случай. Жительница Алтайского края оставила двух годовалого ребенка в подъезде. Что толкает женщин на подобный шаг и какую помощь им могут оказать? Об этом сегодня мы поговорим с нашей гостьей. У нас в студии Галина Питецкая. Это заместитель директора Краевого кризисного центра. Галина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле ситуация из ряда вон выходящая. Вот вы как специалист. Расскажите, чем могут быть обоснованы такие поступки женщин? Что толкает? Поскольку вы работаете тоже с женщинами, которые оказываются в трудных жизненных ситуациях, они к вам обращаются чаще всего. Какие ситуации? Да, вы правильно сказали. Наша целевая группа – это женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы работаем с женщинами, работаем с их семьями, работаем с родственниками, ближайшими окружениями. И работаем в том числе с девочками, подростками, которые тоже находятся в трудной жизненной ситуации. Какова причина может быть? То есть анализируя опыт работы нашего учреждения, мы думаем, что основная причина – это несформированность материнства. Осознанность. То есть всё-таки неготовность. Неготовность, да. Неготовность быть матерью. Главным компонентом осознанного материнства является психологическая готовность стать матерью. То есть принятие себя в новой роли матери и принятие собственного ребёнка, как своего ребёнка, и умение наладить контакт. Вот это самое главное. А психологическая готовность к материнству, она, конечно, закладывается ещё в собственной семье. Это опыт семейных отношений. Если этого не случается, то есть такое учреждение, как наш кризисный центр для женщин, который занимается формированием ответственного материнства. А вот к вам чаще всего женщины какие обращаются, которые остались одни, возможно, без супруга, да, то есть сложное психологическое состояние. Либо женщины, которые были подвержены, возможно, насилию. Чаще с какими случаями работаете? Вы знаете, к нам приходят разные категории женщин, которые находятся в разных кризисных ситуациях. У нас есть в центре два отделения. Есть отделение временного пребывания. К нам приходят женщины с детьми, которые на какое-то время остаются без жилья. Это интересно. И без кормильца, да. То есть они могут у нас проживать до трёх месяцев. Абсолютно бесплатно? Абсолютно бесплатно. И мы оказываем им услуги. Конечно же, в нашем центре работают юристы, специалисты по социальной работе, психологи. У нас комплексная помощь и поддержка женщинам. И наши женщины могут, мы можем им оказать содействие в предоставлении материальной помощи. Мы можем оказывать содействие в предоставлении юридической помощи, в оформлении различных видов документов. То есть это тоже мы можем делать. Также к нам могут прийти женщины, к нам на консультации. И мы оказываем консультации. Но если говорить о статистике, вот в среднем, допустим, в месяц или в год, сколько примерно человек приходит в кризисный центр? Ну, я могу сказать, например, за первое полугодие у нас было женщин около полторы тысячи. То есть это приличная цифра, да. В разное отделение, в отделении временного пребывания. Но опять же стоит отметить, что очень часто женщина просто не может переломить вот этот психологический барьер и обратиться за помощью. То есть, возможно, какие-то родственники, да, также обращаются, друзья. Обращаются, друзья, да, по телефону обращаются. Но здесь очень важный момент, чтобы женщина сама проявила инициативу и сделала шаг вперед. То есть всегда есть выбор, и она должна таким образом делать свой выбор. А вот вы практикуете какие-то выездные консультации, когда вы можете приехать на дому, посмотреть, в каких условиях живет семья, и в дальнейшем же выстроить работу? Вы знаете, у нас, наш центр оказывает кризисное консультирование. То есть это срочные услуги. А у нас в городе Барнауле есть комплексные центры, которые в дальнейшем выстраивают работу женщины. А горячая линия тоже, да, есть? Горячая, да, горячая линия есть, кризисная линия. Ну, вот смотрите, в данной ситуации, если говорить о ребенке, как сама молодая мать, потому что девушке всего 21 год, мотивировала свой поступок, у нее просто не хватает денег. То есть все-таки это, ну, назовем это отговоркой, нежели реальные обстоятельства? Да, это та проблема, которая действительно имеет место быть, но не основная. Если бы она была готова взять на себя ответственность за этого ребенка, воспитывать его, то, конечно, такого бы не произошло. У нас в центре есть целая программа, у нас есть группы формирования родительской ответственности, и мы обучаем как раз женщин выстраивать контакт с ребенком. Там они у нас получают психолого-педагогическую компетентность в области воспитания ребенка. А группа по сколько человек формируется? Группа формируется по 7-10 человек. Ну, в принципе, небольшие. Да, приходят на занятия, да, женщины приходят вместе со своими малышами. Ну, а вот на вашем опыте такие консультации, такая помощь, какой успех имеет? Все-таки в скольких процентах женщина осознает и все-таки меняет свое решение либо отказаться от ребенка, либо наоборот, да, завести ребенка, потому что есть такие девушки, которые боятся, что они могут справиться, и потом вот возникают такие плачевные ситуации. Да. У нас в городе Барнауле и в Алтайском крае в учреждениях социального обслуживания существует такая служба, экстренная служба реагирования в случаях отказа от новорожденных детей. Это мобильные бригады. У нас в центре тоже есть мобильная бригада, она тоже междисциплинарная. Это в нее входит специалист по социальной работе, юрист, психолог. И мы непосредственно осуществляем тесную связь с родильными домами и женскими консультациями. То есть к нам поступает такой звонок о том, что женщина имеет намерение или уже написала заявление о том, что она отказывается от ребенка из родильного дома или женской консультации. В течение часа наша мобильная бригада выезжает на место и мы начинаем работать с этой женщиной. Сколько примерно по времени занимает такая работа? День, неделя? Ну, я хочу повторить, что у нас экстренная помощь, экстренное консультирование в зависимости от решения женщины. На месте происходит работа в зависимости от ситуации, какая ситуация у женщины. Ну да, безусловно. Да, бывает от 40 и более, бывает 60 минут. А в дальнейшем уже устраивается работа. Мы приглашаем ее к нам сюда, мы с ней поддерживаем связь, мы приглашаем ее в отделение временного пребывания, чтобы она проживала вместе с ребенком. И здесь же и помогаем, оказываем помощь различную в соответствии. А вот мобильные бригады, они работают только на территории Барнаула, либо выезжаете также в районы Алтайского края? Во всех городах Алтайского края созданы мобильные бригады. То есть они связаны между собой? Да, да. Поэтому вот по результатам 2015 года, мы посмотрели, мониторинг провели, и было видно, видна следующая ситуация. 70% женщин оставляют детей в кровных семьях. 70%? Да, и 30% все-таки отказываются. Но на самом деле статистика не столь ужасающая, потому что 70% это немало, но с другой стороны... По России считается, что у нас очень хорошая статистика в сравнении с другими регионами. А вот с теми женщинами, которые к вам приходят и получают ту помощь, в дальнейшем поддерживаются и связь, может быть, заходят в гости к специалистам, благодарят? Конечно же, заходят и благодарят. И у нас есть книга, где они записывают все свои признания в любви. Но если это идет от них, от их желания, потому что женщина, которая попала в трудную жизненную ситуацию, не каждая женщина захочет вспоминать об этом. То есть все-таки делятся только положительными... Положительным опытом, да. Да, да, и положительными эмоциями, и только тогда, когда они это захотят, когда эта инициатива отнесет. Елена Сергеевна, спасибо большое, что пришли в студию. Будем надеяться, что в Алтайском крае, в России, будет как можно больше счастливых и полноценных семей, и у каждого ребенка будут родители. Спасибо. И на этом у нас все. До встречи в эфире.